МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подробности передает по телефону корреспондент телевизионной службы новостей Юлия Алеева. Восстановление пострадавших квартир уже началось. Жильцы переночуют у знакомых. Им обещают, что через пару дней они смогут вернуться в свое жилье. Более подробную информацию мы расскажем в ночном выпуске телевизионной службы новостей. К другим темам. В центре Перми перевернулась карета скорой помощи. Она спешила доставить в краевой перинатальный центр 34-летнюю беременную жительницу села Елова Анастасию Колигову. На пересечении Попова-Слуночарского с автомобилем столкнулась иномарка. По предварительным данным, водитель «Опель» не пропустил скорую, ехавшую с включенным, проблесковым и звуковыми сигналами. От бокового удара машина медиков перевернулась и зацепила стоящие на светофоре «Лексус» и «Тойоту». В результате данного происшествия был причинен механический вред четырем автомобилям. Пострадавших нет. Происшествие, по предварительным данным, стало возможным из-за непредоставления преимущества в движении спецавтомобилю с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Общими усилиями прохожие поставили газель на колеса. Беременная пассажирка практически не пострадала. Смогла самостоятельно выбраться из машины. Кто-то из очевидцев аварии довез ее до родильного отделения на попутке. А в 12-м часу ночи Анастасия родила здоровую дочь, сообщает издание «В курсе Пермь». «Счастливая мама не держит зла на водителей». Далее цитата. «Я понимаю, что это случайность могло произойти с каждым. Я счастлива, что никто из людей не пострадал, а машины – это всего лишь железо». Конец цитаты. В центре Перми накануне произошло еще одно примечательное ДТП. Серьезных последствий оно не повлекло, а получилось весьма курьезным. На съемках с камеры видеонаблюдения видно, как на улице Ленина паркуется Форд Транзит. Мужчина выходит, ставит машину на сигнализацию и удаляется. А его автомобиль тем временем начинает самостоятельное движение задним ходом. Форд пересекает улицу Ленина. Столкновение не происходит лишь чудом. Сбежавший фургон заканчивает свое путешествие на другой стороне улицы, уткнувшись в чей-то припаркованный автомобиль. Примечательно, что горе-водитель заметил маневры своей машины, когда та была уже посередине дороги. Закончилось все так. Мужчина, как ни в чем не бывало, сел за руль и вернул беглеца на место. Налицо серьезное нарушение правил дорожного движения, ведь он оставил место ДТП, а также пересек двойную сплошную. Стали известны подробности шокирующей болгарской истории. Напомним, накануне мы сообщали о телах пятилетнего ребенка и 35-летней женщины, найденных с промежутками в несколько дней в разных частях Болгарии. Мальчика обнаружили в чемодане на берегу озера Пасарелл, а расчлененное тело женщины в апартаментах в курортном городе Приморска. По уточненным данным, она не покончила жизнь самоубийством, а была зверски убита. Анализ ДНК дал основания связать эти ЧП вместе и говорить о том, что погибли мать и сын Анна и Никита Леонтьева из Перми. Удалось узнать, что Анна закончила юрфак классического университета, работала в правительстве Пермского края в департаменте развития человеческого потенциала. С первым мужем прожила около трех лет, Никита сын от второго мужа. У семьи была недвижимость в Болгарии и на Северном Кипре. Этот брак также закончился разрывом. Примерно два года назад Анна подала на алименты, отсудила часть имущества и уехала из России вместе с ребенком. По факту убийства в Болгарии двух граждан России и Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов в своем микроблоге Twitter, далее цитата. «Дело на особым контроле. Мы работаем вместе с МИД России и болгарскими властями. Нам удалось найти маму Анны, бабушку Никиты, которая по фото уже опознала их». Расследование преступления продолжается. Главным подозреваемым по делу является гражданин России 51-летний Герман Костин, владелец агентства недвижимости. Возможно, Анна и Никита приехали в Болгарию именно к нему. При обыске в его квартире были обнаружены детские игрушки. Андрей Сидорчуков, Телевизионная служба новостей. Новое жилье в массы. Пермский край сохраняет высокую динамику строительства. Опытом региона в этом направлении губернатор Виктор Басаргин поделился на совете Приволжского федерального округа в Пензе. Как большая стройка набирает обороты в Прикамье, расскажет Евгений Гуляев. Надежда работает социологом на авиадвигателе. В ближайших планах свадьба. Остров стал квартирный вопрос. Решили вложиться в строительство и не прогадали. Цена за квадратный метр оказалась выгодной. Для нас было огромной удачей то, что настолько доступное жилье для нас появилось на рынке по бюджетной цене 39 тысяч за квадратный метр. На тот момент таких цен практически не было. Да не было нигде. И сейчас тоже таких цен не найти. За первые два месяца 2015 года в Пермском крае было сдано жилье почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая статистика не менее показательна. За последние несколько лет Пермский край значительно увеличил темпы строительства жилья. Только за 2014 год было возведено более 1 миллиона квадратных метров жилых площадей. Доля жилья эконом-класса в общем объеме ввода также выросла за последний год до 650 тысяч квадратных метров. Крупные застройщики делают большую ставку на доступное жилье. Процентов 80 практически у всех крупных застройщиков это жилье эконом-класса. И безусловно у всех задача найти своего покупателя и собственно говоря и спрос на это жилье сегодня максимальным является. Программа по переселению людей из аварийного жилья, квартиры для детей-сирот, строительство на селе. Опытом прикамской стройки губернатор Пермского края Виктор Басаргин поделился на совете Приволжского федерального округа в Пензе. Кроме этого глава региона подготовила ряд предложений, как в непростых экономических условиях сохранить темпы роста в строительной отрасли. По итогам совета округа будет сформирован пакет предложений по изменению нормативно-правовой базы, регулирующей строительную отрасль. Опыт Пермского края сыграет в этом немаловажную роль. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Немного подросли. С 1 апреля социальные пенсии граждан увеличатся на 10%. Примерно настолько же вырастут размеры и других видов выплат. Инвалидам, участникам Великой Отечественной, вдовам и родителям погибших военнослужащих. Среднее увеличение пенсии военнослужащим и членам их семей составит более 1000 рублей, 1064 рубля. Также с 1 апреля индексируются пенсии гражданам, которые пострадали от радиационных или техногенных катастроф. Также увеличатся выплаты людям, имеющим заслуги перед государством. Это герои Советского Союза и России, герои труда, лауреаты государственных премий, чемпионы олимпийских и паралимпийских игр. Параллельно на 5,5% вырастет размер ежемесячных денежных компенсаций для льготников. Единовременные выплаты в преддверии юбилея Великой Победы ждут ветеранов, тружников тыла, бывших узников нацистских лагерей. Люди приобретают не просто старинную мебель, часы или предметы интерьера. Их привлекает легенда. Сменение в одного из крупных европейских антикваров вполне согласны пермские коллекционеры. Они представили лучшие предметы в своих собраниях в Центральном выставочном зале. Здесь и роскошные мебельные гарнитуры, редкие гравюры, старинные книги. Репортаж Юлии Языковой. Символ ушедших мгновений. Эти напольные часы сделаны в Англии почти 200 лет назад. В своё время именно британские часовщики считались лучшими мастерами в Европе. А их изделия самыми точными. Они были вне конкуренции. Консервативные англичане к швейцарцам относились свысока. Именовали их кукушечниками за то, что те предпочитали украшать часы движущимися фигурками, жакемарами. Арт-директор Центрального выставочного зала Наталья Седунова говорит, Именно часы впечатляют её больше всего. Сразу представляешь этого мастера часового, потому что это ведь целая отдельная культура. Свои династии, свои сообщества часовщиков и конкурирующие, так сказать, фирмы, которые до сих пор очень относятся с большим трепетом к этой конкуренции, к своим достоинствам, своих изделий. В этот раз на антикварной выставке редкие гравюры первой половины 19 века. Это работы французского мастера Пьера-Мари-Жозефа Верне, который работал в России. По заказу царской семьи он создал серию литографий, коллекция униформ Российской гвардии. Император Николай I был всерьёз увлечён темой военного обмундирования и даже сам владел одной из техник печатной графики. Все эти произведения искусства из частных коллекций, российских и европейских. Эта выставка приурочена к Году литературы. Есть часть экспонатов, которая, конечно, непосредственно связана именно с Годом литературы. Есть очень редкая гравюра Байрона, несколько бюстов есть Пушкина. А крупная мебель, которая здесь представлена, она в основном произведена из Западной Европы. Вот мебель, изготовленная в северных французских провинциях. Мастера из Приморского региона Британь создавали массивные дубовые гарнитуры, шкафы, сундуки. Их богато украшали резными орнаментами, сюжетными композициями. Красота и практичность стали основными чертами бретонского стиля. А это уже настоящая роскошь – французский гарнитур 19 века из красного дерева, обитый шёлковыми гобеленами, с отделкой из золочёной бронзы. До 26 апреля в Центральном выставочном зале можно увидеть образцы материальной культуры позапрошлого столетия. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Ослёнок – друг человека. В доме семьи Коноваловых уже несколько месяцев живёт новорожденный ослик. За это время малыш настолько привык к жизни в доме и его обитателям, что отказывается надолго оставаться в вольере для скота. Избалованного ослёнка навестила Екатерина Леонова. Среди обилия собак в доме маленькая ослица Плюша, скорее всего, тоже считает себя собакой, уверена хозяйка. По крайней мере, некоторые собачьи повадки точно переняла. Спит на коврике, утром и вечером просится гулять, а когда проголодается, подходит к холодильнику. Иди сюда. Ты что? Ослица родилась два месяца назад в крещенскую ночь. У неё с рождения густой мягкий чуб, поэтому прозвали Плюшей. Оставлять новорождённую в сарае было нельзя, слишком холодно. Принесли домой, здесь и прижилась. Когда я прихожу из школы, она меня встречает, прибегает и встречает, радуется. А как радуется? Скачет, прыгает, чихает, фыркает, веселится. Бывало, что ночью она кричала громко. Я её гладила, приходила и успокаивала. Воспитание ослицы и уход за ней полностью лежит на 10-летней Даше. Впрочем, особой сложности это не представляет. Ослёнок буквально ходит за девочкой по пятам. И во всём слушается свою маленькую хозяйку. Ну что, иди сюда, скорей. Ослёнку всего два месяца, поэтому надолго разлучать его с матерью пока нельзя. Его возвращают в загон на пару часов для кормления. С пронокопытными сородичами у Плюши сложились свои отношения. Например, когда мама ослица работает, катает детей. Шефство над ослёнком берёт на себя 25-летняя кобыла Лада. Иди сюда, на. Иди сюда, иди. Она старенькая уже, своих же ребят у неё нет. Она считает, что это её ребёнок. И первое время пыталась отбирать её у Оси. Даже возникали конфликты. Сейчас шкурка у ослёнка ещё младенческая, серо-чёрная. Позже, возможно, посветлеет. А когда Плюша подрастёт, продолжит семейное ослиное дело. Будет катать детей. Екатерина Лёнова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.